О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. Аграрии Богородского округа заготавливают кормовую базу. В Дзержинске открыли памятник князю Владимиру Святославичу, крестителю Руси. Нижегородский боец СВО вернулся с фронта домой в отпуск. Основной акцент в работе нижегородских аграрий сейчас приходится на подготовку кормовой базы. Уже сейчас заготовлено почти 53% от общего плана. Официальные показатели по уборке кормов на сегодня по региону выглядят так. Нижегородским аграриям уже заготовлено 490 тысяч тонн сенажа, более 100 тысяч тонн сена, под 80 тысяч тонн силоса. Эксперты посчитали, что для полноценной зимовки скота на одну голову необходимо заготовить не менее 27 центнеров грубых и сочных кормов. Механизатор хозяйства «Заря» Богородского округа Борис Чекалин на аграрном предприятии уже 6 лет. Обучился на управление комбайном и вот уже пятый сезон работает в поле. Пора жаркая во всех смыслах. Пока стоит такая погода, нужно максимально сделать сбор для будущих кормов. Помощь, конечно, техника. Здесь сейчас как комфорт, так и производительность высокие. Взять коллекционеры, климат-контроль, то есть все управление, то есть сидишь просто вот в чистоте, в порядке все, а взять старый труд это очень тяжело. Тут и степень резки, например, она уже идет, корм более мелкий такой. А взять, например, если и старые техники, то есть и, во-первых, уборка тише идет, и корм все равно, ну не так, он рубится, делается, то есть все равно такая техника, она уже делает более качественный корм. Вход идет все, люцерна, травяной, кормомикс, овес, клевер и горох. Каждое хозяйство в этой части выбирает для себя подходящий вариант. Главное сейчас не терять время. Вчера закончили заготовку сена, продолжаем заготовку сенажа. Сначала это были многолетние травы, первый укос мы их убрали. Сейчас однолетние травы у нас, 211 гектар, в данный момент убираем и потом приступим уже к второму укосу. Вместе с заготовкой кормов аграрии приступили к уборке других культур. Особое внимание зерну. При первой возможности сразу в поле. Техника уже готова. Хотели начать уборку озимого рапса. Соответственно комбайны уже все готовы к этому. Единственное, что не получилось. Немножко рапс еще влажноват. Наверное завтра, послезавтра. Зимая пшеница, я думаю, что наверное подойдет на следующей неделе. И все хозяйства уже приступят к уборке зерновых культур. Прогнозы как по заготовке кормовой базы, так и по урожайности в целом оптимистичные. Сейчас убрано порядка полутора тысяч гектар зерновых культур. Средняя урожайность составляет сейчас около 33 центнеров с гектара. В целом мы каких-то эксцессов не видим. То есть в целом уборочные работы идут в планном режиме. Главная задача остается прежде обеспечить продуктовую безопасность региона. Служба информации Сергей Щеплягин, Владислав Коробко, Николай Прохоров. Чин освящения памятнику князю Владимиру провел митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Имя Новгородского князя вошло в историю благодаря принятию христианства, которое определило создание русской государственности. Памятник изготовлен в подмосковном городе Жуковский. На торжественное открытие в Дзержинск прибыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Был период, когда здесь не было вообще ни одного храма. Сейчас специально уточнял этот вопрос, что первый храм появился в районе конца десятых годов, уже 21-го столетия. И появление тоже очередного монумента, являющимся символом города. И пожелать Дзержинску процветания, развития и Божьего благословения. Митрополит отметил важность Дзержинска не только для Нижегородской земли, но и для страны. В 2030 году Дзержинск отметит столетие. Строится множество культурных объектов, а также православные храмы. Одна из программ – это украшение города православной учебной речи святыми образами в образе памятников великих людей русской земли. Мы это делаем для того, чтобы наши дети, внуки росли русскими людьми. Глава города Дзержинск Иван Носков поблагодарил губернатора и митрополита Георгий за поддержку. Мы любим, бережем свой город, развиваем его. Всегда чувствуем плечо, твердую руку и Лев Сергеевича, и уважаемого владыки Георгия. Памятник князю Владимиру, крестителю Руси, установлен по благословению митрополита Георгия в преддверии Дня памяти святого, который ежегодно отмечается 28 июля. Служба информации Артем Коротков. Нижегородские добровольцы отправляются в учебную часть для подготовки к дальнейшей службе в зоне специальной военной операции. Новобранцы совершенно разных профессий. Многие не имели опыта в военном деле, а другие наоборот, что такое боевое братство знают не понаслышке. Всех их связывает одно – горячее желание защить родину, дом, близких и родных. И все уверены – победа будет за нами. Кажем, что никогда не служил в армии, не было там ни разу. Военный билет получил на днях при отправке. Отдельный респект всем, кто здесь, всем этим занимается. Я очень впечатлен всей организацией. Решил пойти, чтобы встать на защиту своей родины, победить победу. У меня там брат сейчас, защитить своих родных и близких. Решил пойти, потому что у меня братья, друзья все там. Решил помочь. И, конечно же, победа была за нами. Таким настроением на СВО отправляется и доброволец с позывным «Малой». После успешной медкомиссии заключил контракт на службу. Боец находится на передовой, служит в штурмовом подразделении. В Нижнем Новгороде сейчас в отпуске. Решил просто подписать контракт, помочь стране. А все подписывают контракт, мне кажется, патриотических чут. Нет такого, чтобы принудительно подписать контракт. Это был очень мощный, серьезный мужской настрой. Думаю, все, надо ехать, всех побеждать. Как рассказал «Малой», в отпуске благодаря выплатам он купил хороший автомобиль. Государство обеспечивает защитникам родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так увеличены выплаты для тех, кто заключает контракт с Минобороны России в военкоматах Нижнего Новгорода. В итоге, единовременная материальная поддержка составит 1 миллион рублей. 195 тысяч от Минобороны, 500 тысяч от региона и 305 от города. Служба информации Михаил Кузьмин, Артем Коротков. Владимир Путин открыл по видеосвязи новый комплекс специальной металлургии на заводе «Русполимед» в городском округе Кулебаки Нижегородской области. Производственный участок предназначен для получения высококачественного металла для машиностроения. Торжественный запуск прошел во время видеосовещания с главой государства. На связь из цеха вышли губернатор Глеб Никитин и руководитель предприятия Виктор Клачай. Участок, на котором ввели в работу две новые печи, построили для увеличения объемов производства. К слову, открытие прошло в канун Дня металлурга. Его отметят 21 июля. Глава государства поздравил работников отрасли с предстоящим праздником. Помимо Нижегородского объекта, Владимир Путин дал старт запуску новых производств в Челябинской области и Донецкой Народной Республике. Я вас поздравляю с сегодняшним событием. На предприятии работает 3,5 тысячи человек. Средний возраст 40 лет. То есть по возрасту состав просто замечательный. Уже зрелые работники, молодые еще. И вот запуск этих двух печей, насколько я понимаю, позволит увеличить вдвое, в два раза, нарастить мощности по производству жаропрочных сталей, сплавов и изделий из них. Очень важное, нужное, особенно сегодня событие в жизни нашей промышленности. Владимир Иванович, огромное спасибо за вашу поддержку, за слова, поздравления в адрес металлургов. Приемная кампания в нижгородских вузах идет полным ходом. Особое внимание к абитуриентам, участникам специальной военной операции, а также их детям. Для данной категории поступающих предусмотрены специальные квоты на разных факультетах. Также отдельный порядок установлен в части сдачи вступительных экзаменов. В одном только университете Лобачевска в этом году поднуло уже более 500 заявлений от почти 200 человек. Я изучаю английский язык очень давно, но также мне хотелось изучать юриспруденцию. Я узнала, что в вашем вузе есть программа по изучению сразу двух дисциплин, то есть английский язык и юриспруденция. Я выбрала юриспруденцию. Воспользовалась такой возможностью прекрасно, потому что не везде такое есть. В рамках отдельной квоты они имеют возможность сдать вступительные испытания. То есть для поступления, если вдруг какие-то проблемы были при сдаче ЕГЭ, понятно, что это стресс у них дополнительный, поэтому им дается такое дополнительное право. И в случае, если родитель получил ранение, увечья, поступающий имеет право поступать без проведения вступительных испытаний в принципе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова